Суд пошел на поводу у печально известного Плохотнюковского прокурора Виталия Бусуёк, распорядившись провести слушание по делу Рината Усатова в закрытом режиме. В ходе судебного заседания, которое проходило в среду в суде Кишиневского сектора Рыжкановка, прокурор должен был представить материалы уголовного дела. В частности, речь идет о документах об исполнительном производстве, касающихся изъятия имущества у черного банкира Германа Горбунцова. Прокурор Бусуёк потребовал, чтобы заседание проходило за закрытыми дверями. Кроме того, он потребовал, чтобы адвокаты дали подписку о неразглашении. Его требования поддержал и адвокат Горбунцова Александр Маломан. Со своей стороны, адвокаты Усатова подчеркнули, что требование прокурора абсурдно, поскольку доступ к материалам, которые будут представлены в суде, был открытым. Кроме того, согласно заявлению стороны защиты, это нарушает права Рината Усатова. Однако доводы стороны защиты дошли до судей Аурелию Постика. Лишь частично он распорядился провести слушание в закрытом режиме, но не беря подписки о неразглашении с адвокатов. У нас есть серьезные аргументы. Продолжение следует... 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 Сегодня судья и суд перешел на сторону прокурора и совместно заранее принимают решения и выносят совместные решения. Тот Горбунцов, который обманул тысячи и сотни тысяч вкладчиков в Российской Федерации, потом также обманул сотни вкладчиков и тысячи вкладчиков в Молдавской Федерации, в Республике Молдова, который скрывается сегодня от правосудия, он сегодня остается чистым, а Рената Усатова сегодня хотят сделать виноватым и виновным. Мы явно видим здесь, что это действительно политический заказ, мы понимаем и видно уже, всем видно, как судья переходит на сторону прокурора. И, к сожалению, сегодня в нашей стране не судья принимает решение или выносит решение, а его принимают и выносят прокуроры во главе с своим, так сказать, руководителем или в том же GBC офисе, получают напутствие, наставления или приказы на то или иное заседание.